К Всемирному дню сердца в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства прошел праздник для маленьких пациентов. Спортсмены провели с детьми зарядку и подарили им подарки. Подробнее в нашем сюжете. Пациентке детской больницы Яне Лаврушенко 7 лет. Она впервые лежит в стационаре одна, без родителей. У девочки частая потеря сознания. Сейчас она проходит комплексное обследование. Сначала мне было страшно, когда я только зашла, а потом я привыкла и мне уже не страшно. Чтобы дети не сильно скучали от разлуки с родными, в больнице оборудовали игровую комнату. Здесь дети рисуют, играют и общаются со сверстниками. В День сердца ребят навестили волонтеры из медицинского колледжа. Они провели зарядку. Ведь именно физкультура полезна для сердечно-сосудистой системы. Представители Росмоллспорта рассказали ребятам о здоровом образе жизни. И показали, что они умеют благодаря занятиям физкультурой. Дети особенно обрадовались, что спортсмены пришли не с пустыми руками. Мы подарили деткам то, что им необходимо для того, чтобы они могли проводить здесь весело и с толком время. Это гофрированная бумага, большое количество разукрашек, клея, карандашей и всего подобного. Но я уверен, что все подарки будут применены с толком, и ребята сделают хорошие из них игрушки. Нам спорт очень близок, поэтому мы всегда за, чтобы молодому поколению немножко дать напутствующие слова, вручить какие-то сувениры, ну и, собственно, своим примером что-то показать. Навестили детей и представители администрации городского округа Люберцы. Для детской больницы они подготовили памятный подарок – книгу сказок. Будьте здоровы, счастливы и удачливы. А родителям желаю, чтобы ваши дети всегда были здоровы, и как можно больше времени вы с ними находились на свежем воздухе и приобщали их к занятию физкультурой и спортом. Теперь маленькие пациенты будут помнить о важности спорта. Им всегда будет чем заняться в стенах Московского областного центра охраны материнства и детства, помимо лечебных процедур. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.